Всем привет! Сегодня на обзоре самая большая акустика, какая у меня была. По размерам тут, наверное, литров 100, одна колонка, под названием JBL S312. Ну, S это как бы студио, потому что в задней написано на табличке JBL Studio. Серия Studio, она до сих пор как бы существует и претерпела несколько там смены поколений, но тогда, в начале 2000-х, это называлось как бы не студио, а просто S, видимо, так. Вообще, в начале 2000-х у JBL было много всяких разных линеек, но вот такая, как говорится, широкомордая, как ее называют, с большим классическим басовиком 12 дюймов, ну, там еще с 10 дюймовом тоже было, таких к тому времени все меньше и меньше. То есть, ну, вот это вот последнее, да, вот последнее бытовых JBL с 12-м басовиком, я что-то даже не знаю, есть ли, наверное, нет таких. Это все сместилось в сторону премиальных моделей, типа там 43-12, но там как бы все осталось, как и 30-40 лет назад, то есть классические пропорции, размер динамика и прочее. А в бытовых все уменьшилось, как и у всех, то есть больше в столбики превратилось. И вот тогда, в начале 2000-х, были серии, там, не знаю, Бальбоа, там еще ND какие-то, короче, много всяких разных. Но вот это была самая такая большая, наверное, в ширину, по крайней мере, и высоту тоже. Где-то метр высотой, даже, наверное, метр, чуть ли не метр двадцать. Ну, 32 примерно сантиметра басовик и все остальное такое вот тоже под стать. Вес при этом, при таком огромном размере, весьма щадящий вес, 30 килограмм одна колонка. Это как, ну, обычная японская колонка в два раза меньше размером, она будет так же весить, там, какая-нибудь, он, кило, 77, к примеру. Но она не в два раза меньше, она будет, ну, в полтора, допустим, меньше в размере, а вес такой же. То есть, так что здесь еще по-божески могло бы весить килограмм сорок, и я бы тогда их вообще бы не затащил. Так я смог все-таки затащить две штуки по 30 килограмм это на этаж. Конечно, круто, это же БЛ большие, да, классные. Самое главное, что редкие, очень редкие, то есть, такие, эта модель, она крайне редко встречается по нормальной цене. То есть, есть на Авито, но в последнее время можно видеть там по каким-то неадекватным ценам. Вообще, продавцы JBL-ов вот этой серии, там, S310, 312, они какие-то очень в себе уверенные люди и фантазеры. То есть, там такие цены за это гнут за них, как будто бы это что-то прям такое высокое, высокого полета. Но можно на аудиохеритаже посмотреть, сколько эти колонки, по крайней мере, 310-е стоили в Японии, да, и понять, что это даже тогда за них, при их размере большом, относительно, денег много не просили. То есть, это, ну, такие бытовые, как бы, да, вот, можно сказать, от домашнего кинотеатра или что-то в этом духе. Но эта модель почти что самая верхняя. То есть, вообще, как я об этом узнал о JBL-ах подобных, есть подписчик на канале, который комментировал раньше, ну, и сейчас, наверное, тоже его многие знают. Полковник, в первую очередь, у него такой ник, то есть, он и на других каналах часто светится. И у него были, ну, разные там доли, там еще какие-то колонки. И он из всего этого говорил, что ему вот, он случайно купил JBL-S26 из этой же линейки, только полочные. Ну, как бы, они не такие уж и маленькие на самом-то деле, кажутся маленькими. Вот S26, говорит, нравится, то есть, нашел в них то, чего не было в каких-то других. Хотя он, по-моему, их потом продавал, но, может, передумал продавать. И это было года три назад еще. Вот S26, я на эти S26 начал обращать внимание на авито, их тоже очень мало, как и вся эта серия S вот эта вот редко встречается. Дороговато стоит, короче, забыл про них, а потом вот через S26 уже обнаружил, что бывает еще более крупно S310, например. 310-е это вот примерно то же, что вот здесь, только меньше. Вот на картинке видно, насколько оно меньше. Там 10-дюймовый басовик, то есть, 25 сантиметров, здесь 30 с лишним. 310-е это как-то более реальная была цель, то есть, я посмотрел, они иногда встречаются в Москве, например. Почему-то все в Москве за там 25 тысяч в таком духе там были. И, по-моему, раза два или три я практически уже вот был очень близок к тому, чтобы их купить. Это, ну, в прошлом году, например, появляется, но они очень быстро исчезают. То есть, за ними много желающих и продают. И ты только пишешь человеку, например, отправить и транспортной компании. Он говорит, да, в принципе, но потом через день пишут, извини, у меня тут перекупили. То есть, уже местные покупатели пришли. И что я буду таскать, если мне так их покупают, типа. И вот так вот у меня было раза два. Причем один раз смешно, ну, такой забавный случай для меня, для продавца не очень. В том, что продавались одновременно и S26, и S310. И цена была прикольная. Ну, он, видимо, не свое продавал какой-то там от родственников, может быть, или от кого. Я ему говорю, давай куплю обе пары, но при том, что ты мне их отправишь транспортной компанией. То есть, полочники и напольники. Он вроде бы что-то, ну, не знаю, согласился, не согласился, что-то так. И потом, в итоге, у него пришел местный человек, с Москвы купил большие колонки, маленькие не стал. И продавец, он, ну, я думаю, ну, может, маленькие у него хотя бы куплю. А он взял маленькие, в то же время примерно потерял. То есть, у него написано, при переезде потерял одну. Осталась только одна, и кому она нужна одна. То есть, это 26-я. Получается, что если бы он мне их продал, и те, и другие, он бы еще бы, ну, как бы, выгодно, да. А так, он не согласился, и одну пару где-то там посеял, одну колонку. В итоге, ни то, ни сё. И мне, как бы, я бы тоже был бы рад такому, такому, такой покупке. И он бы тоже, а так, ну, вот так получилось. По-моему, тот, кто у него купил эти 310-е, по-моему, за 20, что-то там с небольшим тысячей, это было пару лет назад. Он через месяц тут же, ну, а там видно, это колонка характерная, у него там какой-то был скол или что-то, и помятый там колпачок пылезащитный. И через там, ну, меньше месяца появляется на Авито уже в два раза дороже, типа, там, что-то за 150, там, такое. Ну, я так, ради смеха чуваку этому пишу из Москвы, говорю, который перекупил, ну, типа, перекуп. Я говорю, так вот, она же стоила 25, он такой, типа, какую хочу цену, такую ставлю, типа, отстань, и всё. И вот так вот, я не знаю, глядя друг на друга, наверное, они за эти всякие там колонки, например, за 310-ю, просят, чем до 70 тысяч, короче, такие цены, вообще, бред просто. Да? Ну, это, ну, я не знаю, у них просто, просто, может, они их там купили, и они очень гордятся, что они ими владеют. В Иркутске тоже, по-моему, кто-то есть, у кого вот такая 312-я. 312-я, она всё-таки существенно крупнее, чем 310-я, поэтому она должна дороже стоить. В Иркутске, по-моему, продавал за что-то там 100 тысяч, короче, как будто это прям нереальный хай-энд. И написано, что, типа, не пишите мне, что это дорого, потому что они для меня ценные, если даже их не продам, я просто буду дальше ими владеть, и мне это нравится, короче, ну, в таком духе, то есть. А всё, ну, такие цены, почему? Потому что вещи, в принципе, редко, и на этом можно накрутить цену. Не факт, что это кто-то купит, как бы, зачем, опять же, за 70 что-то покупать подобное, когда недалеко уже там можно и магнат транспульс купить. Он тоже большой, ещё больше даже, чем этот, то есть он тоже примерно вот метр высотой, но он ещё и чуть ли не в два раза шире, там вообще охереть какой размер. Просто шкафы. Эти-то, как маленький холодильник, а те, тем более, магнат транспульс. А насчёт звука, что, типа, ну, магнат хуже, чем JBL, да нет, ну, вот я, как бы, купил и убедился, что JBL, ну, это JBL, как бы, звук, как звук обычный. Ну, магия бренда, наверное, действует на кого-то, что JBL, это ж так классно звучит, такой близкий к народу, так сказать, бренд, ассоциирующийся с драйвом, с мясом, звуки, с каким-то рок-н-роллом там и танцами всё вместе. То есть такой имидж у JBL есть, молодёжный такой, не занудный, то есть не какой-то мониторный. Вот, и обломавшись с 310-ми, как-то, ну, потом их уже и не появлялось, вот буквально недавно, там, несколько месяцев назад, я смотрю, просто на авито раз появились 312-е. А таких я даже не мечтал, они всегда были дорогие, за 35 тысяч появились 312-е. Потом, я, короче, у меня денег не было, я думаю, жалко, сейчас упущу шанс такой. Но потом мне повезло, у меня продались магнаты 05, и как раз я вот купил эти JBL, они, ну, месяц, наверное, висели в продаже. Ну, они как бы тоже, у них там царапинки какие-то, где-то там уголочек сзади подбит там, немножко содран там и так далее. Обычные следы эксплуатации, ничего особенного. Ну, колпачки тоже пылезащитные, видно, что не родные, потому что родные в цвет, а эти чёрные. Родные, они как бы, ну, то, что в цвет дети тыкают пальцами, например, вминаются, потом ты, если даже выправишь его, там краска такая, это бумага покрашенная, такой глянцевой краской. Трещины все остаются, типа, уже вид не очень, и поэтому, ну, их, видимо, замедленные колпачки, не знаю от чего, от советских каких-то, типа, ремкомплектов. Вот, ну, а здесь, здесь ещё нет грилей тоже, в том числе, отсутствует, ну, потеряно где-то. А так в остальном всё работает, всё такое вот. Как надо. И, я думаю, классно, вот, куплю. Я, конечно, понимал, что, даже если, может быть, S26, это хорошие колонки, но, зная JBL, что у них чем крупнее, тем дурнее, как бы, и, например, в случае с этими, с, у меня была линейка Studio, ну, уже вот, годов 2010-х, наверное, гораздо более молодая. Она до сих пор, по-моему, ещё актуальная. JBL Studio 130 и JBL Studio 180 из одного, ну, так, начального, как бы, начальной серии Studio 1. И такой бытовой просто, как бы, звук, но, тем не менее, маленькие звучали гораздо лучше, чем большие там, в той серии Studio, ну, вот, 130 и 180. Хотя, казалось бы, у них похожие там технологии, динамики, пищалки. Ну, вот, видимо, не заморачивались, JBL-овцы, с тем, чтобы делать в бюджетном каком-то классе напольные колонки, такие же хорошие, как маленькие. То есть, маленькие они делают нормальные. Поэтому я не рассчитывал, что тут будут-будут какие-то там откровения хай-файные. Просто звук, ну, просто мне было интересно. Столь большие колонки с 12-м басом, такой большой литраж. Это, ну, как типа клевер, да, вот, 200АС, есть корвет, клевер, допустим, 100, 50АС, или там 100, или как он, 75. А есть 200АС, очень редкий, который только на картинках многие видели. Он отличается просто тем, что у него больше корпус, а, соответственно, больше корпус, круче звука обычно так это бывает. То есть, больше масштаб, и это всегда слышно. И вот мне было интересно послушать просто большие колонки. Хотя, ну, просто как бас будет звучать. То, что СЧ, ВЧ, ну, я на это не рассчитывал, что они здесь будут какие-то там сильно крутые или что-то. Хотя была надежда на то, что, допустим, это будет ситуация, как с JBL L56. Но L56 это старые колонки 84-го года выпуска. Они, в общем, не такие уж и бытовые, они достаточно из такой премиальной по тем временам серии. И L56 звучат очень грязно, похоже на советские колонки, но при этом в них вложили инженеры Drive. То есть, там есть низкий бас, который заводной. То есть, в целом, звук 56-й модели, он заводной, он азартный, такой адреналиновый. И хочется делать погромче. То есть, он тебя как бы провоцирует, как какая-то крутая машина, ехать быстро и включать громко. То есть, это весело, особенно на панк, роки, на роки, на металле. Вот, я думаю, что, может быть, при достаточно простых технологиях, допустим, вот это вот 312-е, будет что-то такое же. То есть, вроде звук простой, но при этом весело настроенный какой-то такой. Хотя, с другой стороны, это эпоха 2000-х, там уже какая-нибудь Бритни Спирс, там Эминем и прочее такое все унылое попса. И поэтому, ожидать, что они будут, ну, то есть, как бы рок уже был не в моде, ожидать, что это будет что-то там больше, чем поп-музыка, тоже это было бы наивно. Как и, в общем-то, наивно вообще полагать, что любые подобные колонки могут дать какой-то уровень хай-файности крутой. Ну, вот, например, есть Акустика Infinity SM, там разные, разного размера, тоже примерно такие же есть, и может даже еще крупнее. Infinity SM такая, это там 155, там какая-то 122 и прочее. По-моему, тоже Харман Кардон или что-то в этом духе, то есть, один хозяин с ЖБЛом, возможно. Поэтому и что-то, что вот это, ну, это такой класс как бы просто больших колонок с большим мощным басом. Короче, вот, мне просто посчастливилась невероятная удача купить 312-ю за 34 тысячи всего рублей. Но, знаете, доставка, так как эти колонки больше метра по габаритам, длину доставки, ну, вес там, ладно, 60 килограмм пара, доставка вышла 8500, короче, из оттуда, в Иркутскую область, из центральной России. И в итоге, ну, получается, сумма в районе 40, вот так вот. Вообще, ну, для меня вот эти вот большие колонки, это такая тоже мечта, что вот, когда ты не ограничен ничем, и ты, например, у тебя там частный дом, не квартирка с комнатками, а вот частный дом, и ты можешь, хочу такие, хочу такие, хочу там, лишь бы в дверь пролезли, да. И вот купить такие штуки, тем более они редкие, тут, обладая вот этими L312, можно гордиться просто тем, что они уникально редкие. Их там в России всего ничего, и те, кто их продают там за оверпрайс, они их никогда не продадут никому. Поэтому можно гордиться собой, просто, ну, вот, как выглядят, круто, большие, на них смотреть интересно, да. И, ну, как бы, олицетворение моей мечты, что вот какие-то здоровые колонки понаставить в огромной комнате в зале, там, в частном доме включать на полную громкость днем и ночью, чтобы никакие соседи, никто ничего не говорил. Во. Или там, ну, магнат транспорт в этом плане, конечно, круче, потому что он просто еще вдвое, наверное, крупнее, сколько в ширину. Ну, там вообще ящики. Хотя, вот, насчет того, что как звучит магнат транспорт, я не знаю, кто-то хвалит, в том числе и люди, у которых вроде как есть чем сравнить там с какими-то винтажными колонками хорошими. А плохих, ну, а плохих отзывов о магнате транспорт я только от Михаила Борзенкова слышал, что там что-то ему не очень нравится. 1500-я модель. 1000-я модель ему больше нравится, но 1000-я, она меньше даже, чем эти, она совсем маленькая, то есть там 10... дюймов какой из 90, ну, это по сути как из 90, то есть такой контраст. 1000-я модель как из 90, а при этом стоит тоже дорого, а 1500-я, она, не знаю, как 4 из 90 друг на друга поставить, вот так вот. А между ними ничего нету, какой-нибудь там промежуточный. Вот, значит, JBL урвал, купил, притащил там с транспорта и все. Ну, вот я сейчас могу их слушать. Ну, что еще про них сказать такого? Внутри я не лазил, мне вообще не интересно, что там внутри. Я думаю, там все стандартно. Хотя через дырка вот фазоинвертора большая. Если кого-то смущает, может быть, есть такие люди, которые думают, это же неправильно. Дырка, она же должна быть такая, чтобы у нее как бы давление было, чтобы воздух выходил. Нет, и при этом она должна быть длинная труба. Нет, по правилам создания фазоинверторов можно делать дырку хоть там, чтобы нога влезла практически как вот здесь. И она может быть короткая, то есть это не важно. То есть можно сделать как бы узкую и длинную, а можно сделать широкую и короткую трубу. Так что нифига это не страшно, и то, что там бывает и поболее, наверное, в каких-нибудь сабвуферах. Вот на канал Азвука у него было видео про сабвуферы. То, что они многие сделаны совершенно неправильно. Потому что надо либо очень длинную трубу делать, либо вот такую дырень, в которую не то, что там нога, две ноги влезет. Но это будет выглядеть типа странно для потребителя. Он скажет, а что у меня дырявые колонки? Это типа не труба, это просто дыра. Но зато эта дыра будет правильно работать именно, как инвертировать фазу баса и все такое. Ну и в общем эту дырку фонариком светишь. Там есть какой-то войлок с завода на стенку, все, что я оттуда увидел. Дальше я их начал слушать. То есть я, конечно, сегодня не первый день слушаю. И, ну, ничего такого, честно говоря, сюрпризов никаких нет. Просто звук. Бас, да, бас прикольный, бас большой. То есть литраж дает о себе знать. Хотя, может быть, и не в такой степени, как я себе представлял. Но это слышно, что это другой бас. И чем крупнее корпус, тем круче. То есть как бы масштаб, все такое. Бас достаточно низкий, кишки трясутся. Но не то, чтобы там, он даже не то, что низкий, он именно на громкости. То есть на маленькой громкости не особо раскачается. А вот на средней, то есть, они, эти колонки явно созданы, чтобы играть громко. Только надо не забывать убавлять ВЧ перед этим. Это правило хорошего тона. То есть если вы хотите, как и любые колонки, включать близко к их пределу, нужно всегда ВЧ убавлять, чтобы у вас был запас для этих ВЧ, чтобы их сберечь. Ну, это как у вас машина, допустим, может ехать быстро, но вы же не едете на полной скорости. В каждый поворот вы примерно прикидываете. Вот так, чтобы заехать в поворот быстро, например, если нужно. Ну, чтобы с него не вылететь, да, ни в кювет, ни наружу. Дозируете газ. Поэтому так же и с любыми колонками, если, блядь, там стоят ВЧ, это не значит, что они должны выдерживать все, что можно. То есть полную громкость. В ВЧ это всегда слабое место, и нужно их всегда поменьше делать, поменьше. Если ты хочешь, ну, на маленькой громкости ничего им не будет, да, на средней, в принципе, тоже. На высокой, если ты хочешь прям дискотеку устроить, нужно всегда ВЧ убирать почти в минимум, и потом уже потихонечку добавлять, ориентируясь на слух, чтобы когда он, ну, когда он уже прям сильно будет цыкать, чтобы он не перегорел, короче, вот так вот, понимаете. Здесь все работает, но просто такие правила, если кто совсем тупой, например, не знает, молодые там люди какие-то, что бережно нужно к пищалкам относиться и на любых колонках, когда включаешь громко, и все, и будет у вас жить долго и счастливо. Басовик-то он, ну, вряд ли он хрюкнет, то есть, ну, у него, ну, допустим, у басовика предел большой громкости, а ВЧ у него меньше, если уровень высокий ставить. Если уровень там средний, если низкий ставить, то тогда ВЧ, как бы, уровень предельный басовика и ВЧ, он уравнивается примерно, понимаете, и тогда уже, то есть, ваше, короче, ваша система, я даже нарисую сейчас какой-нибудь график такой более понятный, что убирая пищалки поменьше делая, на высокой громкости вы, как бы, поднимаете общий уровень вашей системы до того, как она там хрюкнет, то есть, она может громче играть, ну, и ВЧ у вас живые останутся, ну, такая тема. Я просто к тому, что, допустим, я эти колонки даже включал, ну, насколько вот у меня усилитель, там крутится ручка у него, ну, наверное, у нас более чем на 100 ватт получается. Сколько они мощности, я даже не знаю, мне это неинтересно, наверное, много. Ну, чувствуется, что, да, это громче, чем всякие S90, то есть, басовик может, басовик, от него, так сказать, волосы на голове шевелятся, кишки трясутся, все так, пол трясется, все вот это вот как надо. Хотя звук у него такой не то, что прям супер какой-то низкий, это не сабвуфер, он, ну, на корветт похож, наверное. Мощно, классно, весело, интересно, да. С басом все хорошо, и вообще в целом там какая-то техно-музыка электронная, да, все это как бы звучит по пса, и все такое прочее. В ИЧ-шки играет, цыкают, средняя тоже играет, слышал, что играют обе. Ну, возможно, из-за среднечастотников, что они простоваты. Я не думаю, что из-за того, что на них колпачки наклеили чуть больше, чем нужно, это вряд ли на звук влияет. От колпачки, ну, скорее всего, от каких-нибудь советских динамиков. Они же бумажные, они ничего не весят. Резино-тканевый подвес, кстати, у среднечастотника, при этом среднечастотник меньше размером, то есть, чем стандарт советский, типа там ГДС, например, или что-то. Размерчиком он поменьше. И, короче, слушая эти колонки, вот возникают вопросы к средним частотам в плане того, что, ну, в целом звук нормальный такой, фоновый, все такое, ну, как бы слушать можно, но интереса маловато его слушать, потому что он звучит скучно, не передает нюансов звука, он их просто съедает. Вся эта система, ну, это именно в первую очередь касается, наверное, среднечастотника. Проглатывает все нюансы звука, и, соответственно, звук получается какой-то такой... Вроде как радио, вроде все слышно, но при этом неинтересно. Вот такая тема. Ну, как бытовой звук, типа. При этом нету искажений, как у советских колонок, 35 АС-ов. Но при этом, как бы, детальность-то тоже не лучше, чем у 35 АС-ов, именно в плане, несмотря даже на металлические ВЧ, которые здесь, наверное, схожи с серией Northridge и прочими всякими. Звук скромный такой, по средним-высоким. Но, с другой стороны, для тех, кто, если, допустим, это покупает, чтобы угорать с баса, с огромной громкости, слушать техно, там, транс, дип, какой-нибудь хаос, именно балдеть с баса, это не мешает. И, в принципе, поп-музыка тоже там это роли не играет. Все эти нюансы и объемность и прочее. Но мне, как опытному меломану, мне, конечно, становится скучно. Их просто вот слушать. Звук какой-то такой, знаете, как будто вот за матовым стеклом полупрозрачным. То есть, как бы, прозрачности не хватает. Ну, вот именно по средним деталям не хватает каких-то. Он вроде есть, вроде звуки все есть на месте, но при этом скучновато. Высокие, ну, по-JBL-овски остренькие. Я вообще не очень, наверное, люблю, если так говорить, JBL-овский звук из того, что я слышал. А он, в принципе, он, наверное, похожий. Studio 180, Studio 130 у меня были. Ну, винтажные, там, 112-я модель, L56. Не очень люблю то, что у JBL-а иногда остренькие вверха, и это немножко у меня уши устают от этого. Здесь это тоже присутствует. То есть, как бы, я так понимаю, классический звук JBL-а, это, ну, по крайней мере, современного какого-то. Это бас, это яркие верха, и при этом так себе середина. Но верха бывают порой слишком. Хотя здесь они слишком, когда ты их поднимаешь. Если ты их убавишь там на среднюю или поменьше, все нормально, то есть никаких к этому вопросов нет. То есть, ну, колонки, ну, тупо расколбасные, как бы. Средние, высокие, ну, как бы, я не знаю, вот так вот, как у советских, типа, колонок примерно. Высокие лучше, конечно, потому что они не цыкают, там нет никакого полиэтилена, никаких каптона там и прочего, алюминиевый купол. Но вот что-то не хватает мне средних частот, и, наверное, допустим, если я бы их себе оставлял, а я себе их все-таки оставлять не буду, эти колонки, я бы туда поставил какие-то, ну, попробовал, например, может быть, даже в следующей серии попробовать среднечастотники какие-то, ну, подбирать можно индивидуально. Вот, например, у меня есть Иволга. Как она там, Иволга Мид, ну, Мид, Мид Рэнч, короче, среднечастотник, это вроде, я не знаю, он какого, российского или китайского производства. Они есть на Авито там сейчас за 3000, но одна корелая. Дело не в том, что это Иволга, но купольный динамик, да, а в том, что он просто по размеру, то есть вот, если здесь менять динамик на какой-то более крутой, то советские все варианты стандартные размера, они не подходят, они слишком большие под эту дырку. А вот Иволга, она примерно как раз, может там проставочка понадобится или нет, но она как раз, по-моему, подходит один в один, то есть размер у нее тут, наверное, не указан, сколько дюймов или чего-то. И я думаю, что она от 600, тут написано до 7000 Гц, все должно хорошо получиться. Короче, можно творить, ну, кому-то, наверное, большинству и так нормально будет. Но если ты хочешь сделать лучше, всегда можно сделать лучше. И, ну, допустим, кто-то скажет, нифига, я купил допуды, я, допустим, их буду продавать за 40, к примеру, да, кто-то скажет, я купил за 40 колонки, еще и должен там что-то менять. Не должен, потому что оно и так более-менее звучит, уж точно не хуже, чем любая бытовая, там, какая-то акустика, ну, такая, там, от домашних кинотеатров и прочее. Но на Hi-Fi это, как бы, не особо тянет в плане детализации. Поэтому можно это все улучшить, ну, при желании, просто, как опция, да, самостоятельно поставив, например, LAS динамики от Alt Music или что-то подобное. На Алиэкспрессе куча вариантов. Другое дело, что их придется какой-то сверху ставить, а вот такого размера, как и Volga, таких вариантов тоже много. Просто более качественных среднечастотников. Я думаю, что их продажи и на Алиэкспрессе, и где угодно, полно автомобильных. То есть, они 4-хомные, но это можно, это не страшно, можно там прицепить резистор, и будет у вас, не знаю, сколько там, наверное, 6 ом, или сколько надо. Если вы, допустим, его там не особо шарите, ну, вот, в фильтрах там, во всем, и послушайте каких-нибудь омников, которые будут говорить, нельзя просто так взять динамик и поставить его в другой фильтр. Нужно под динамик конкретно разрабатывать фильтр, чтобы он был, короче, вот, учитывая его индивидуальные особенности, и все такое. Конечно, это правда, но кто будет этим заниматься? То есть, если вы инженер, конечно, может, вы сделаете фильтр. Большинство, и никто это не сможет сделать. Это слишком замороченно и сложно. Но при этом можно просто хороший динамик ставить на ней родной фильтр, и ни хрена плохого не будет. Вообще ничего. То есть, он будет, если он динамик лучше, чем тот, который там стоял, вот, например, здесь не очень, да, средний чистойник, и Волга явно лучше. И насрать, какой там фильтр вообще, по херу. Просто вы ставите другой динамик, и он будет играть в разы лучше. Конечно, если под Иволгу сделать, например, фильтр, у него, кстати, есть фильтр, у них же это, он лежит штатный, то есть, они подключаются в автомобиле прямо напрямую, да, к усилителю. У нее есть свой фильтр, так что можно и так использовать его. Ну, там, это уже заморочки. То есть, фильтр, это лишь причесывание звука. Да, конечно, ну, типа, с фильтром будет получше, если индивидуально под каждый динамик его делать. Но можно и просто вляпать куда угодно, вот так вот, если оно по параметрам, по срезу частот динамик совпадает, допустим, ну, стандартного трехполоски, там срез, наверное, ну, разное бывает, ну, допустим, от столько до столько, да, и вот динамик, например, и Волга от 600 до 7000, но я думаю, что он точно влезет в любые срезы. И все, поставил, ну, чувствительность может не совпадать, может он чуть громче играть, может чуть тише, это можно корректировать резисторами и так далее. Но это в любом случае тюнинг, а зачем ставить на этом крест и говорить, не, вот мне там какой-то дядя сказал, что нужно обязательно делать фильтр, да, а иначе будет вообще плохо. Не будет неплохо, будет лучше, чем есть. В любом случае это будет лучше, чем есть. Так что нефиг слушать там всяких этих... Конечно, если в идеале, в идеале, там по правилам, там надо делать все по правилам, но так можно просто туда-сюда динамики перевтыкать, и это будет лучше, если динамик просто круче и дороже. Поэтому даже вот из этого скромного звучания Джебела, мощного, басового, но скромного, по средним там, может быть, даже высоким частотам, можно сделать все, что захочешь. Даже на родном фильтре, я не знаю, как он, может он там какой-нибудь вообще смешной, как в музыкальном центре я не смотрел, но он все-таки есть, он что-то там фильтрует, и, ну, я не знаю, если денег много, на аудиомании покупаешь какой-нибудь там скан спик, чтобы по размеру поставил, и будет у тебя охеренный звук. В любом случае. ну, если повезет, если все как бы срастется. Такая история. Что касается всяких там других Джебеллов, да, у меня было когда-то желание купить Норс Риджи, Норс Риджи, это такая популярная в 2000-е годы модель, серого цвета, там разные они были. Так как 2000-е годы были богатенькие в плане там курса доллара и всяких нефтедоходов и прочего всего, отсутствие кризисов, различных санкций, то в 2000-е годы много в России накупили всякого фирменного и Норс Ридж, ну, видимо, было недорого, короче, их много, именно вот этой вот Е60, там Е70, Е80, и они на БУшке, ну, на вторичке стоили более-менее нормально, там какое-то время может быть даже тысяч за 10. У Норс Риджа 8-дюймовый, ну, Е60 имеется в виду, 8-дюймовый боссовик, классическая вроде трехполоска, и хотелось бы это послушать, но с другой стороны очень много кто ругает эту модель и вообще всю эту линейку, хотя, например, вокруг стерео про Норс Ридж Е60 говорил, что Е80, точнее, у него были, кажется, или Е90, у него такие были, он говорил, что по сравнению с остальными всякими коллегами в этом классе домашних кинотеатров Е90 или там Е80 звучит нормально, даже лучше. Вот, что как бы Норс Ридж вроде как лучше, чем, ну, там какие-то Ямахи и прочее из того же класса. У Норс Риджа есть старшая модель, называется Е100, она тоже стоит наверное 1040, если не больше, у нее два по 10, то есть басовики там меньше, чем здесь, здесь 32, там 25, но их два, и это такая вот, по габаритам наверное плюс-минус похожа на вот это и это такая мечта многих купить Е100. Ну, я думаю, что, я не знаю, мне кажется, эта штука лучше, чем Е100, а то, что здесь СЧ, ВЧ, ну, плюс-минус такие же, как Норс Риджи, хотя, наверное, там все-таки среднечастотник другой, он, по-моему, размером побольше. Вот, и я всегда считаю, что лучше один большой басовик, чем два более маленьких. Это и выглядит круче, и вообще все эти, когда Дом 2 басовика, это как-то уже не то, например. Поэтому, вот они, вот они, JBL, я могу точно сказать 100% пацаны, что именно в плане качества, например, как и Кервин Вега ВС-10, хоть она там и в два раза меньше, чем эти колонки, и она тоже американская, она звучит намного хай-файней. Вот. А эти, ну, больше как бытовому такому классу, но при этом они очень громкие и мощно давят басом тоже. Я включал один трек соседям мне понравилось. очень мощно бабахает, прям капец. Ну, и выглядит весомо, грубо, зримо там, да, и так далее. Просто как украшение интерьера, как олицетворение какой-то вот мощи и вообще того, чего уже не делают и, может быть, неизвестно, когда будут делать, хотя вот магнат вернулись к крупным колонкам, даже к очень крупным. Но все же мы продолжаем пока еще жить в эпоху столбиков и сильно вот эта вот полноразмерная акустика не возвращается. А вот эти JBL, они были последние. Последние, недорогие, полноразмерные JBL, причем не просто даже полноразмерные, огромные, больше чем... Они могли бы быть пониже, но они прям такие, прям full size, прям здоровые. Вообще, если говорить про названия, ну, последний такой факт интересный в том, что они называются, допустим, S26, S38, есть модельные, ну, модели в линейке. Первая цифра означает количество полос, допустим, двухполосный 20, да, двоечка первая. Вторая цифра 6, это размер босовика 6 дюймов, то есть 38, это как Vega 309, она, у нее 3 полосы и 8 дюймов босовик, как у Vega, собственно говоря. И размер такой же. 310, это 3 полосы 10 дюймов, вот эта 312, 3 полосы 12 дюймов. Есть еще 412, у которой 4 полосы, то есть круче, чем это, на ступенечку так. Ну, по сути, то же самое, только там, что-то добавили еще. 412, где 4 полосы 12 дюймов. А выше, по-моему, ничего и нету. Ну, были там и альтернативные какие-то линейки, там, какие-то ND, например, у кого я купил, цены были низкие, потому что, видимо, человек распродал какую-то коллекцию. Коллекцию таких слонов, то есть здоровых бытовых самых крупных, самых мощных. Там были тоже джебелы, какие-то, ну, типа ND, какой-то ND-155, я таки даже не знаю, что это там. Такое, были какие-то парадигмы, по-моему, что даже до сих пор продается парадигм монитор 9, но там, конечно, не 12 дюймов, там, типа, тоже, типа, 10, наверное. То есть в любом случае это в мире столбиков это просто невероятный монстр. Потому что к тому времени в 2000-е уже все вот на эти столбы, ну, не все, кроме клепшей, там, например, перешли, а эти еще делали вот такое вот чудо-юдо. Техно-бегемот, так его назвать. Ну, и что касается всяких там жанров, да, если говорить про звучание, лучше всего, конечно, танцевально. Техно всякие, простая музыка, все такое. Но если, может быть, заменить, допустим, среднечастотники на какие-то крутые, но я не призываю это делать, просто я имею в виду, что это можно, то, может быть, их диапазон расширится. Рок, в принципе, играет, вообще, в целом, басовик здесь неплохой. Он как бы и бас хорошо играет, и рок-н-ролльные у него способности какие-то есть. И не сказать, что ему прям нужно этим колонкам очень громко, чтобы они раскрылись, как вот корвету, они и на маленькой громкости вполне, то есть они могут и на маленькой играть вполне себе адекватно, и на высокой тоже не сгореть и не пердеть, то есть ебашить прям могут, да, вот. Ну и масштабный, невероятный, конечно, бас в 100 литрах объема, да, это круто. Это как электроника Тори, у него, наверное, 100S060, у него литраж, наверное, такой же примерно. но только у него басовик разваливается, он из какого-то, из какого-то там этого никеля, который гнется в руках, просто вот так вот весь разваливается. А здесь это даже не пластик, это крашеная бумага. Ну, дизайн, если говорить про дизайн, там три версии цвета были этой модели, 312, ну, 310 и 312, была светлая, была такая, как бы оранжевое дерево и вот черное. Диффузоры покрашены в такой серебрянкой золотистой, это, может быть, выглядит немножко попсово, потому что в какой-то момент в компьютерной акустике была тоже мода в 2000-е годы красить таким цветом, но это отражение эпохи, потому что это была эпоха гламура, когда Тимати, Ксения Собчак и какой-нибудь Снуп Док и там еще, не знаю кто, Экзибит были еще молодые, Агилера и Пэрис Хилтон и был в моде гламур, пурпуру, все всякое такое, короче, вот такое вот, и тут достаточно гламурная расцветочка басовичков и среднечастотников тоже, хотя, может быть, в современном мире это немножко кажется колхозно, но вот такие они вот колонки. ... ... Продолжение следует...